Всем привет! Вы с Аленой и сегодня мы с вами говорим про астенический невроз. Вы на канале с холистическим психологом и сегодня у нас с вами такая глобальная тема. Что бы я сделала, если бы у меня сейчас возникла такая проблема? Или что бы я дала человеку, который имеет астенический невроз? Во-первых, если мы с вами понимаем, что астенический невроз связан с дефицитом минералов и витаминов, это одна часть. Во-вторых, если мы понимаем, что астенический невроз связан с дефицитом или избытком чего бы то ни было в организме, это другая история. А если мы понимаем, что этот невроз связан с тревогой, связан со стрессами в жизни, я бы действительно обратила внимание совершенно на другое. Могу вам сказать, что астенический невроз в моей практике очень круто снимался восьмеркой, HVP, коэнзимом, свободными аминокислотами с карнитином и, конечно, нутрикалмом. Две капсулы на ночь я давала своей клиентке. И могу сказать, что в психотерапии, в которой она была уже несколько месяцев, мы с ней сделали огромный-огромный результат. Почему? Потому что когда есть бессонница, астенический невроз, очень сложно восстановить полноценное состояние. Друзья, будьте внимательны к своему здоровью, и астенический невроз может начаться во время менопаузы, во время аминории, во время смены климакса и других моментов. Почему говорю климакса? Потому что это правда, в моменты климакса идет астения бывает. Дальше. Могу сказать, что если женщина недополучает кальция, магния, минералов и витаминов, это все влияет на то, как она функционирует. Дальше. Для того, чтобы справиться с этой историей, с астеническим неврозом, для себя важно понять, для чего я это делаю, что мне нужно решить в жизни, что я хочу и как мне это получить. Вы на канале с холистическим психологом, а значит мы говорим о витаминах, о минералах и вашей психике. Надеюсь, видео было вам полезным. Расскажу немножко вам историю. Астенический невроз может случиться ввиду сильного перенапряжения, ввиду сильного тревожного состояния и ввиду сильного кортизола, выброса стресса. И в эти моменты вы не знаете, что могло произойти, почему вы себя так чувствуете и что в этот момент происходит. Надеюсь, напишите под видео, было ли триггером какая-то точка или было ли что-то другое. Напишите, а я вам отвечу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.